В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Каждая десятая управляющая компания в Самаре не смогла получить лицензию. Их место заняли новые компании, муниципальные. Они уже приступили к своим обязанностям по обслуживанию жилых домов. Качество их работы находится на постоянном контроле городских властей. Подробнее в сюжете Марина Матвейшиной. Готовится предприятие «Универсал быт» для участия в конкурсе «Последних домов. 394 дома по Кировскому району». Конкурс состоится 21 августа. У муниципальных компаний уже полностью сформирован штат сотрудников. Это дворники, слесари, мастера. Проведен конкурс на приобретение спецтехники. В течение 30 дней ожидается поставка. На ее покупку из городского бюджета было выделено порядка 50 миллионов рублей. По поручению главы администрации Олега Фурсова, переходный период передачи домов от частников в муниципальной компании был сокращен до минимума. До момента прихода новой управляющей компании жилой фонд обслуживается прежними управляющими компаниями. Здесь никаких разрывов не возникает. Люди платят и на эти деньги получают услугу. Хорошо. Жители, которые столкнулись с проблемами обслуживания жилья при смене управляющей компании, могут обратиться на телефон горячей линии департамента ЖКХ. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События. Проголосовал. Получи ремонт. В этом году к основному списку прибавилось еще 200 зданий. Жители дома 87 по улице Алексея Толстого ожидали капитального ремонта не ранее 2025 года. Но их управляющая компания вышла с инициативой поощрить неравнодушных самарцев. Ремонт в здании начался уже в этом году. Дому номер 87 по Алексею Толстого 15 лет. Но по внешнему виду фасада этого не скажешь. Везде облупленная краска и отлетающая штукатурка. Здесь опять неправильно было сделано крыши. Вот эти вот балконы, слив из них неправильно сделаны. И вода стекала прямо по стенам. Штукатурка от кирпичных стен стала отваливаться. По плану капремонт здесь должен быть в 2025 году. Но ждать 10 лет жильцам не пришлось. Они активно голосовали в сентябре 2014 года почти всем составом. Как и еще 200 объектов в Самаре попали в программу, включающую отдельные виды ремонта в тех домах, жители которых показали явку на выборах более 80%. С такой инициативой в прошлом году вышли управляющие компании региона и нашли поддержку регионального правительства. Средства выделены из областной и городской казны. По Самарскому району адресов, попавших в перечень дополнительного ремонта, 29. Где-то обустраивают подъезды, где-то двор. Здесь на общем собрании жильцов решили привести в порядок фасад. По указанному дому производится ремонтные работы. Вид работы – это ремонт фасада. Выделенные средства составляют 16 миллионов рублей. Жильцы сами выбрали именно этот вид работы, потому что считают, что фасад у них в безобразном состоянии. Поощрять такую активную гражданскую позицию продолжат и дальше. 13 сентября в Самаре состоятся выборы в районные советы, и программа может пополниться новым перечнем объектов. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Благоустройству отдаленных районов особое внимание. В поселок Озерный завезли землю для цветов, открыли точку продажи воды, запустили автобусный маршрут. На очереди аптечный пункт. Жители Куйбышевского района в долгу не остаются. Сами берутся за благоустройство своего микрорайона. Решили ли начать с малого? С уборки в сквере на улице Лысвинская. Хочешь жить в чистом благоустроенном городе, начни со своего двора, считают члены общественного совета микрорайона Озерный. Этот сквер – место для жителей знаковое. Каждую зиму здесь устанавливают елку и проводят праздники. А вот летом в заросшем травой сквере стали собираться шумные компании. Чтобы еще одним благоустроенным уголком стало больше, жители решили засучить рукава и навести порядок. Мы решили прибрать вот этот вот участок перед храмом, поскольку он находится в состоянии запущения. Я вообще считаю, что благоустройство нашего города должно начинаться с благоустройства каждого двора, улицы, квартала. Мы вместе с жителями решили все-таки взяться и начать благоустроить именно нашу территорию, потому что есть хорошая поговорка. Возможно, своя рубашка ближе к телу, поэтому своя малая родина, наверное, она дороже. И начинать нужно отсюда именно. Спилить аварийные деревья, установить новые лавочки, убрать мусор – это только часть работ, которые запланировали сделать жители Куйбышевского района в сквере. Это наш дом, мы здесь живем. И если не мы, то кто это сделает? Если мы это не будем делать, то подрастающее поколение тоже будет проходить мимо и никогда не поднимет за собой ни бумажку, ни мусор. Молодое поколение должно видеть, что более взрослое показывает им правильный пример. На преображении одного сквера благоустройство не завершится. Общественный совет вместе с жителями планирует и дальше наводить чистоту на территории микрорайона. Усилиями общественных советов скоро преобразится весь город. Это один из этапов реформы местного самоуправления. Очередной шаг выбора депутатов в районные советы. Они пройдут 13 сентября. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В Самаре разыскивают родственников и знакомых мужчины, который в тяжелом состоянии доставлен в областную больницу имени Середавина. Пострадавший попал в ДТП на трассе М5. У мужчины серьезные травмы головы и перелом бедра. Врачи провели экстренную операцию. Две недели мужчина находился в коме. Когда пришел в сознание, смог вспомнить только свое имя. Он тяжело еще говорит. Но он в сознании. Кроме того, что его зовут Саша, больше никакой информации у нас нет. Дальше ему показано продолжение лечения в стационаре по месту жительства. Если такового не будет, значит будет продолжаться лечиться у нас. За ним ухаживает персонал сейчас. На данный момент, потому что ни родственников, ни каких-то ухаживающих нет. Состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Они просят откликнуться всех родственников и знакомых пострадавшего мужчины. И всех, кто может сообщить какую-либо информацию о нем. Для людей, нуждающихся в продолжительном лечении, в Самаре работает геронтологическая больница. Первая и пока единственная в городе. Здесь пожилым людям оказывают плановую и экстренную помощь. Врачи ставят перед собой цель повысить продолжительность жизни самарцев. Подробнее Валерия Макарова. Да, они придут. Посмотрим, как у нас есть. Надежда Вызброва быстро идет на поправку. Страшные головные боли отступили. Стрелка тонометра не поднимается выше нормы. В гериатрическую больницу женщину привезли на скорой, когда давление зашкаливало. Диагноз – гипертонический криз. Сделали кардиограмму, УЗИ сосудов, поставили холтер. А главное – окружили заботой. Врачи очень внимательные. И младший обслуживающий персонал очень хороший. То есть больница всегда находится в хорошем состоянии, очень чистенько. Все хорошо. Все очень приятные люди, все очень приятно ухаживают за нами. Внимательные все. В Самаре – это первая и пока единственная гериатрическая больница. Профиль клиники – пожилые пациенты. Для них здесь созданы все условия. Французский рентгеновский аппарат сам подстраивается под пациента. В туалетах – специальные поручни и широкие проемы. Казалось бы, мелочи, но, например, для колясочников – жизненно необходимые. Здесь пациент находится не только 30 дней. Он находится здесь и 60 дней, и 90 дней бывает по направлению служб. До того момента, как он направляется в пансионат на такое дальнейшее лечение. То есть какой-то переход существует. Не просто его бросает потом из больницы, вот опять к себе домой в те же самые условия. Больница сотрудничает с медуниверситетом. Патентуются новые методики. Доктора наук еженедельно консультируют всех желающих по вопросам здоровья. На базе больницы работает школа активного долголетия. Только за первые месяцы работы здесь вылечили около 2,5 тысяч пациентов. Всего же в губернии более 800 тысяч пожилых людей. Врачи гириатрической больницы мечтают о дополнительном корпусе. Под него уже выделено 5000 квадратных метров земли в рамках программы развития территории в границах улиц Комсомольской, Фрунзе и акватории рек Волги и Самары к 2018 году. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Небесные профессионалы сегодня отмечают День Воздушного флота России. Это профессиональный праздник не только для пилотов, но и для работников авиационной инфраструктуры. Работники Воздушной гавани Самары сегодня принимали заслуженные поздравления. На сцену один за другим выходят лучшие работники Международного аэропорта «Курумач» за своими заслуженными наградами. Тамара Ливановна Сочнева говорит, сможет утихомирить самого конфликтного пассажира, даже если он и по-русски-то не говорит. Должность обязывает. Администратор пассажирской службы помогает путешественникам добраться до места назначения без проблем. За многолетнюю добросовестную службу Тамара Ливановна получила благодарность от Министерства транспорта России. У меня в этом году и будет юбилей. Я 35 лет тружусь в Международном аэропорту «Курумач». А начинала я с Куйбышевского авиационного авиаотряда. И, скажем так, награда эта долгожданная. И работа у нас очень интересная. Я люблю свою работу. На самом деле я с большим удовольствием иду на работу. И каждый день – это как новый день. Авиаторов с профессиональным праздником поздравил глава Красноглинского района Олег Комаров. Всегда с огромным преддыханием наблюдал он за вашей работой, за работой ваших коллег, грациозностью подпроводников, важностью пилотов. Вроде бы хаотичностью, но полной соорганизованностью наземных служб. Но даже себе никогда представить не мог, что раньше я смотрел на них, а сегодня все они смотрят на меня. И я их еще и поздравляю все вместе. С организацией праздника помог общественный совет поселка Береза, в который входят в том числе работники аэропорта. Ветеранам воздушного флота вручили благодарственные грамоты и устроили концерт. Когда тебя чествуют профессионалы, человека, который вкладывает свою душу в дело и пригласит на сцену, вручить грамоты, вручить цветочки, ну что же еще лучше может быть? Это самая высокая благодарность. Для многих это даже не материальный интерес. Местные авиаторы не только профессионалы своего дела, но граждане с активной жизненной позицией. Несмотря на то, что часть времени проводят в воздухе, земные проблемы тоже знают и готовы их решать. Общественники обещают, в Березе реформа местного самоуправления не пробуксует. Уверены, что и в районные советы войдут инициативные люди, люди дела и созидания. Их состав самарцы определят на выборах 13 сентября. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. 22 августа в Самаре отметят День флага. На второй очереди набережной реки Волги под полевым спуском в районе памятника Григорию Засекину пройдет праздничное мероприятие для жителей города. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и посвящен возрожденному государственному триколору. В 12 часов на набережной начнут работать тематические площадки для детей. Будет работать пункт отбора граждан на военную службу, выставка военной формы и современного стрелкового оружия. На центральной сцене участники праздника увидят концертную программу и выступление заслуженного артиста Российской Федерации Алексея Глызина. Праздник пришел и к воспитанникам самарских приютов. Специально для ребят выступили команды паркура и мастера шоу мыльных пузырей. На событии в честь здорового образа жизни побывала и наша съемочная группа. Марш сянем! Легким движением женских рук девчонки побеждают мальчишек в перетягивании каната. На спортивном празднике аниматоры-ковбои проводят с ребятами сначала разминку, а потом соревнования в силе и ловкости. Виктория Сгороднева на День спорта пришла в футбольной форме. Уже год каждый день наравне с парнями гоняет мяч по полю. Футбол – вот единственный вид спорта, которому можно выплескивать свою энергию на футбольном поле. Это адреналин. Он играет в крови, как бы сказать, играет адреналин. Юные гости праздника, воспитанники самарских приютов, в спорт погрузились с головой. На выступление паркур команды смотрели с восторгом. Ребята из приюта подросток, где и проходили физкультурные торжества, с зарядкой и подвижными играми не расстаются никогда. По утрам мы с одной девочкой бегаем, а остальные дети тоже спортом занимаются. В спортзал ходим, на всякие мероприятия участвуем во всех. На странице даже сразу поднимается. И все лучше чувствуешь. Особую радость у ребят вызвали огромные мыльные пузыри и возможность самим оказаться в большом прозрачном облаке. Местный день физкультурника проходит здесь не в первый раз. Организаторы из Самарской Федерации Грэпплинга говорят, с кого, как не с детей, начинать воспитывать здоровую нацию. Буквально месяц назад мы провели в этом же приюте праздник. Он был посвящен военно-морскому флоту на День Нептуна. Вот решили сейчас перед первым сентября провести. Но мы взяли за правило каждый месяц в каком-то из приютов проводить какие-то праздники спортивные, чтобы был уклон именно спортивный. Приобщать ребят к физкультуре здесь намерены по-серьезному. Планируется, что вскоре в приюте подросток откроется секция спортивной борьбы грэпплинг. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Пляжный стадион на Первомайском спуске собрал в минувшие выходные спортсменов из восьми городов по Волжье. Два дня футболисты и волейболисты сражались за чемпионство. Как оказалось, у Самарского песка свои особенности. Валерия Макарова с подробностями. Команда «Волга» из Ульяновска настроена решительно. Традиционные участники фестиваля пляжных видов спорта в прошлом году они заняли второе место. Тогда до победы не хватило нескольких голов. В этом году команда берет реванш. Свою готовность показала на первом же матче, выиграв его со счетом 8-3. Защитник «Волги» Андрей Трошин рассказал, самарский песок для спортсменов не так-то прост. Песок тяжелый для бега, допустим, для игры, но в то же время, наоборот, это как раз пляжный такой песок, который должен быть, который нужно играть, прям приятно. Пляж, песок, Волга, все замечательно. Команды спортсменов съехались из восьми городов по Волжье. Все начиналось с соревнований по пляжному футболу, а с годами превратилось в масштабный фестиваль. Мы добавили программу, у нас появился еще один вид, это волейбол, поэтому у нас фестиваль проходит по двум видам спорта, это пляжный футбол и пляжный волейбол. Программа становится с каждым годом более насыщенная для участников, это более интересная и более бескомпромиссная борьба. В команде пляжного варианта волейбола только два игрока. Самарчанки Евгения Литвинова и Алина Тегайкулова в паре играют третий год. За это время, говорят, научились понимать друг друга без слов. Это даже, мне кажется, больше, чем команда. Ну не только за себя, да, и за партнера, чтобы, допустим, облегчить ему тоже игру. На протяжении трех лет мы играем вместе, и у нас уже какие-то моменты есть, которые мы можем, не говоря, почувствовать, увидеть, узнать, что, допустим, если не идет игра, взять больше на себя игру, либо подбодрить в этом плане. Самарские волейболисты показали настоящий класс. Четыре команды принесли городу по два золота и серебра. Видно, родной песок действительно помогает. Что касается футболистов, то тут удача улыбнулась команде из Ульяновска, которая увезла из Самары Кубок чемпионов турнира. Андрей Трошин признан лучшим игроком. Валерия Макарова, Павел Пресняков, События. Все лето в Самаре проходит фестиваль «Футбол в центре города». Самара, как город, принимающий чемпионат мира по футболу 2018, растит своих футболистов. В турнире Кубок трудовых объединений приняли участие и сотрудники телеканала «Самара ГИС». Строгие костюмы томятся в шифонерах, папки с документами забыты на рабочих столах. Сотрудники самарских организаций с удовольствием сменили душные кабинеты на футбольное поле. И используют эту возможность по полной программе. Меня пригласили коллеги поиграть в футбол. Я решил, думаю, ну, надо весело провести выходные и сыграть с коллегами. В детстве я играл в футбол, очень давно, конечно, уже все подзабылось. Ну, поиграли душевно, весело, нормально. Кубок трудовых объединений, турнир среди футбольных команд разных самарских организаций, впервые проходит в столице региона. За звание сильнейших состязаются 20 команд. Среди них и футболист-любители телеканала «Самара ГИС». Спортивный обозреватель Сергей Кизоркин может не только красиво рассказывать о спорте, но и активно им занимается. И на работе, признается, всегда мечтал собрать команду. Ведь командный дух со спортплощадки всегда перемещается в рабочую сферу. Формированием команды я занимался, наверное, последний год точно. Бегал по офису, уговаривал и девушек, и парней. Давайте создадим спортивный коллектив, неважно по какому виду спорта. И вот в этом году наконец-то у нас собралась команда, начали мы с футбола. Ощутить себя в новой роли смогли и операторы телеканала «Самара ГИС». Обычно они снимают футбольные страсти на камеру, а в этот раз сами оказались в эпицентре событий, да еще и по другую сторону объектива. Одно дело, когда я бегаю мимо трупов со штативом, другое дело, когда мы вместе играем в футбол. А что я люблю футбол, ну это мужская игра. Мужская игра в команде, которая сплачивает коллектив. Встряска офисных сотрудников в Самаре прошла на ура. Все, кто засиделся на рабочем месте, отправляются на спортплощадку за бодростью духа и отличным настроением. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Это были все городские события, а у меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Американский писатель и журналист Хамброс Бирс как-то сказал, что корпорация – это остроумное изобретение для получения личной прибыли без личной ответственности. Разумеется, это правило работает не всегда, и порой отвечать за сговоры на рынке все же приходится. К примеру, только за год работы горячей линии по ценам возбуждено 75 дел и взыскано 3 миллиона рублей штрафа. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. По данным статистики ФАС, за год поступило более 8800 жалоб. Более всего недовольны ценами были жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. На третьем месте – Краснодарский край. Больше всего недовольство вызвал рост цен на молоко и молочные продукты – сахар, овощи, фрукты и мясо птицы. Разумеется, 3 миллиона рублей и 75 рассмотренных в суде дел – это капля в море. А вот тех же нефтяников ФАС уже десяток лет побороть не может. Бензин в Самаре, кстати, подорожал чуть ли не на рубль. Клиенты Форекс-дилеров смогут получить до 100% возмещения в случае банкротства брокера. Проект указания о порядке формирования компенсационного фонда для участников рынка Форекс опубликован сегодня на сайте Центробанка. Согласно документу, клиенты, пострадавшие в результате банкротства Форекс-дилеры, должны получить возмещение в полном объеме, независимо от того, сколько средств на данный момент находится в фонде. Ожидается, что правило начнет работать уже с 1 октября. Минимальный размер взноса установлен законом на уровне 2 миллиона рублей. Между прочим, рынок Форекс в нашей стране практически никак не регулируется. И этим пользуются многочисленные мошенники, создающие подставные брокерские фирмы. Так что 40 раз подумайте и проверьте своего брокера, прежде чем отправляться торговать на Форекс. В этом году курорты Крыма посетило на 20% больше туристов, чем в прошлом. И совсем скоро счет перевалит за 3 миллиона. Так что пожарные, милиции и фотографы Крыма ищут трехмиллионного туриста. Где именно в Крыму он будет отдыхать, неизвестно. Пока же информация такова. В Ялте остановились 38% туристов, в Алуште 14%, в Евпатории 13%, в Феодосии 9% и 6% в городе Саки. Заполняемость крымских гостиниц составляет 69%, а еженедельно на полуостров прибывают около 300 тысяч туристов. Кстати, двухмиллионный турист прибыл в Крым 15 июля. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ снизился до отметки 1705 пунктов. Негативную динамику показали акции НМТП, Мегафона, ОГК-2, Сургутнефтегаза, Сбербанка, Московской биржи, Газпромнефти, Ростелекома, Преф и Мечила и АФК-система. Растут против рынка РДР Русала, Бумаги ТМК, Распадской, ВСМПО Ависмо, Башнефти и Эон Россия. Перед открытием торгов понедельника сложился негативный внешний фон. Американские индексы в пятницу показали небольшой рост. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на незначительные 0,05%. Азиатские индексы с утра торгуются преимущественно на отрицательной стороне, испытывая давление со стороны опасений по замедлению экономики Китая. Нефтяные фьючерсы опустились ниже 49 долларов за баррель на ожиданиях избытка сырья на рынке. Курс доллара на 17 августа 64,93 рубля, курс евро 72,36 рубля, золото стоит 2331 рубля за грамм, серебро стоит 32,46 рубля за грамм, цена нефти марки Brent 48,97 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Продолжение следует...